Я бы хотел вместе с вами открыть Лути, Евангелие от Лути, 22 глава, 24 стих. Написано, был уже спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. Я бы хотел сегодня развить эту тему и поговорить. Служащий, возлежащий, кто из нас кто? Потому что некоторые думают, что служить Богу сегодня не имеет никакого почета, почтения, не имеет цели. Это незачем. Можно просто приходить на собрание и все. То есть, будь возлежащим. Но Христос говорит, я посреди вас как служащий. Я посреди вас как служащий. И Христос показывает нам пример в этом. И Он говорит, что в Его характере есть служение. В Его сердце есть служение людям. И Он до сих пор это делает по отношению к каждому из нас. Ты понимаешь, да? Что каждый из нас, мы в каждом дне видим служение Иисуса. Мы видим Его заботы. Мы видим Его милость. Мы видим Его советы. Мы видим благодать. Мы видим вот все, в чем мы нуждаемся. Мы это видим, если мы в правильном положении перед Ним. И обеспечение, и заботу, и милость, и помощь, и какое-то слово напутственное, и слово ободрение, и рема, который Он дает тебе, чтобы ты сражался со своими проблемами и врагами и так далее. То есть Иисус в каждом дне, как служащий. Он не просто здесь, в этой истории, как служащий. Он в каждом дне. И поэтому, когда кто-то говорит, что Он когда-то был служащим, что Он когда-то служил, а сегодня что? То есть у нас не бывает такого, что ты ушел на пенсию, и ты уже не служитель. Пока бьется наше сердце, пока мы видим своими глазами, мы должны понимать, что каждый из нас служащий. Каждый из нас служитель. Мы должны понимать, что каждый из нас, мы поставлены им для служения. Кто-то говорит, пасторы должны служить, кто-то говорит, там левиты должны служить, попечители должны служить. Каждый из нас должен служить. И вот у них завязался спор, кто из них больше. Кто из них больше. К сожалению, большому приходит такой вопрос и к некоторым из современной церкви, что, мол, я раньше вот служил, пусть сегодня служат другие. Но если мы возьмем Христа и рассмотрим Его, это образец, с которого мы должны брать пример, образец, то мы должны понять, что вот этот образец перед нами должен быть в каждом дне. То есть Он опускается со Своих небес, пытаясь с нами побыть в нашей проблеме и пытаясь нам послужить, независимо в каком мы возрасте, в духовном, в младенческом или чуть старше возраста, или в зрелом возрасте, как юноши, как отцы, Он пытается нам всегда служить. И Он будет это делать до конца наших дней. Если мы в этом нуждаемся и просим Его об этом, Он будет это делать в нашей жизни. И поэтому Он не ставит здесь ударение, что в начале своего пути вы будете служить, будете меньшими, а вот потом вы станете большими, и уже вам не надо будет это делать. Вспомни ситуацию про Елисея. Елисей, написано, ходил за Илией и поливал наруте воду Илии. То есть его даже по имени никто не звал. Возможно, не просто не звал, его не знал никто по имени. Он был как слуга, он был как служащий, который поливал верно воду наруте служителю. И что произошло в его жизни? Господь переводит его на новый уровень и дает двойное помазание. И он, неся это помазание, он продолжает служить, но он там уже служит царям. Иногда даже мы видим там, как он служил и обычному народу, простому народу. Но в основном он уже был как служащий, как пророк нации. К нему обращались за советом цари, за молитвой цари. Но когда-то он поливал воду наруте. И мы должны понять этот принцип, что так или иначе Иисус показывает нам пример. Он снимает с себя одежды своего величия и приходит к тебе на том уровне, на котором ты сегодня являешься. Откроем еще одно место. Это Матфея 20, 28. Он говорит, так как Сын Человечествен не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Для искупления многих. Отдать душу свою. Я знаю, что меня поймет каждый пастор. Каждый, возможно, служитель, кто рядом с пастором. Ну, не каждый, но некоторые поймут. Ты отдаешь себя. Ты отдаешь свою жизнь. Если взять, к примеру, меня здесь на миссии. Я здесь из-за вас. То есть, это не был мой выбор, куда бы ты хотел поехать. Поеду-ка я в Нижний Тадил. Это не был мой выбор. Это был выбор Божий. Я согласился с Ним. Кому ты будешь угождать? Человеку или Богу? Так как меня сюда отправил не человек, а Бог, я хочу угождать Ему. Но при этом служить человеку. Угождать Богу своим служением и служить человеку. Но не всегда твой совет нравится человеку. Не всегда. Не всегда твое решение нравится человеку. Иногда я как служитель, как пастор, встаю в ситуацию, когда я понимаю, что если я сегодня, сейчас скажу вот это человеку, то есть он как бы просит у меня совета. Если дам я ему вот этот совет, ему он не понравится. Или это будет мое решение. Я скажу, что по этому поводу я думаю вот так. Ему это не понравится. Но Богу это понравится. И Бог мне зачтет это, как служителю. Кому я должен угодить? То есть иногда ты в таких ситуациях, когда ты все равно неправ. Либо ты будешь неправ в глазах людей, которым ты не угодил. Но ты угодил Богу. Либо ты будешь прав в глазах человека, потому что ты угодил ему. Но тогда ты будешь неправ в глазах Бога, потому что ты не угодил ему. И поэтому иногда ты принимаешь решение не в угоду человеку, а Богу. И от этого приходят разные ситуации, разные выводы и разные суждения. Вот мы должны понять, что кто мы, кто мы. Мы возлежащие или мы служащие? Мы большие или мы меньше? И Иисус спускается с небес. И Он говорит, Сын человеческий пришел не чтобы Ему служили, а чтобы Ему послужить. Чтобы Ему послужить. И если бы каждый из нас, абсолютно каждый, абсолютно каждый, не хитрил, не был Иаковом. Человек думает, что это не видно. Представь. Человек думает, что не видно его хитрецу. Но если даже мне видно, то Богу тем более. Пастор, я люблю Бога, я хочу Ему служить. Так служи. Я не знаю, где взять это служение. Так оно кругом. Стань меньшим. Стань меньшим. Что-то должно внутри нас измениться. И поэтому каждый из нас, мы должны произвести анализ. Похожи ли мы на Христа вот в этом именно критерии. Он говорит, я пришел не чтобы мне служили, а чтобы я послужил. Мне надо послужить. Мне надо послужить. Я вспоминаю, как некоторые пришли в церковь, и они сразу влились в служение. Сразу влились. Их не надо было уговаривать, упрашивать. Они встали на свое место, они сразу влились, и они начали служить. Не там, где тебе выгодно. Знаешь, иногда люди такие расчетливые. Я говорю, им только одним кажется, что они такие хитрецуют. Видно насквозь. Иисус говорит, что Сын Человечести пришел, чтобы послужить. Если мы говорим, что Он живет в нас. Если мы говорим, что Он живет в нас. Если ты говоришь, Он живет во мне. Тогда это же самое Иисус. Тогда приходит сегодня здесь послужить. Послужить народу, как Он служил там. Меня удивляет иногда мышление людей, когда они думают, что Бог ищет добрых. И они говорят, ну вот Он добрый, она добрая. И вот как бы хороший вариант для служения. Бог ищет святых. 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 И Он говорит, святой, да освящается еще. То есть Он ищет святых. Он ищет людей с решением жить святой жизнью. Решение освящаться. Решение жить святой жизнью. Решение служить. И тогда Господь начинает их использовать. В своем служении. Мы говорили об этом в среду. Помните? Что Он верным дает служение. И когда Он находит нас этого верного, Он дает нам служение. Лути в седьмой главе. Пример один посмотрим. Лути в седьмой главе. 41 стих. Написано, Иисус сказал. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. И Он говорит, ну как они не имели чем заплатить, Он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит Его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал, прощаются тебе грехи твои. И возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Эти лежат возлежащие. Говорят, кто это, что грехи прощают? Этих судей, знаешь, сколько в современной церкви, которые дают оценку, которые сами ничего не делают, они возлежат. Но при этом судья служители. И здесь Иисус показывает пример того, что каждому из нас прощено очень много. Очень много. Кому-то прощено столько, я не знаю, если бы у меня была бы еще одна в запасе жизни, я бы две отдал на служение Богу. Если бы Господь сделал чудо, вернул бы мне к моим 17 годам, я бы всю жизнь посвятил Богу вновь и служил бы Ему сильнее и сильнее. Для меня это не абуза. Для меня это благословение. Служение это благословение. Несмотря на то, что оно непростое, возможно, самое неблагодарное служение. Потому что через Тебя постоянно идут люди. И они мало, когда благодарят. Но так или иначе, я понимаю, что мы не выбираем служение. Я точно не выбирал это служение. И я точно не выбирал этот город. И если Бог так поставил и Бог так сделал, то значит, в этом есть Его воля. Я хочу исполнить Его волю во имя Иисуса Христа. Иоанна в 18 главе. Иоанна в 18 главе, в 3 стихе. Еще один пример. И порассуждаем. Написано. И так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями. И светильниками, и оружием. Иисус же, зная все, что с ними будет, вышел. И сказал им, кого ищите? Ему отвечали Иисуса на заре. Иисус говорит, вот я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищите? Они сказали, Иисуса на заре. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Разбудется реченное слово. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую мне дал отец? Неужели мне не пить чаши, которую мне дал отец? То есть он понимал, что это пришли те люди, которые поведут его на казнь. И начинается этап испытаний и боли. Но он говорит, это чаша, которую дал мне испить отец. Некоторые люди, знаешь, думают, что служение, оно как бы для забавы. То есть быть служителем, это значит всегда быть в каких-то лаврах славы. Кататься, как сыр в масле. Служение там приносит тебе удовольствие. И служение, оно не напрягает тебя. Хочешь, занимаешься им в свободное время, хочешь, не занимаешься. Иисус говорит, вот все, что сейчас будет приготовлено для меня, это та чаша, которую приготовил для меня отец. И я хочу испить ее сам. Я хочу испить ее. И он останавливает Петра, и он говорит, что ты делаешь? Ты хочешь лишить меня моего служения? Петр смотрит на него и говорит, ты не видишь, это вооруженные люди, они пришли за тобой. Здесь вообще плохая компания, и это все плохо закончится. Если так, все уже понятно. Иисус говорит, это чаша, приготовленная мне отцом. Итак, служение не всегда доставляет удовольствие. Мы говорим, кому мы должны послужить? Ты говоришь, человеку, но угодить Богу. Угодить Богу. И это лежит в основании. И Иисус говорит, я хочу испить чашу отца. Я хочу выпить чашу, которую приготовил для меня отец. Я хочу пройти это испытание, я хочу пройти весь этот путь, чтобы сделать все то, что отец приготовил для меня. Знал ли он, через что он пойдет? В теории да, в практике нет. Ты понимаешь? В теории да, в практике нет. В теории он понимал, он знал весь сценарий, что будет дальше. Что его распнут на кресте, что его будут бить, исчезать тело. В теории он все это знал. Что он умрет, что он воскреснет на третий день и вернется к отцу. В теории он все это знал. Но он это не испытал на себе, эту боль. Он даже не имел понятия, что значит, когда они били его плетьми. Что значит, когда они вырывали скорпионами кусти мяса с его тела. Что значит, когда они пробивали гвоздями его руки и ноги. И вот так мы, как служители Божьи, мы до конца не знаем вот этих вот вещей. Когда, значит, в теории мы что-то понимаем, что да, будет давление, что нам нужно будет пройти. Но в практике мы видим какие-то вещи, к которым некоторые не готовы. И они говорят, это служение не доставляет мне удовольствия. И что? Его нужно бросить? а может быть войти в пост и укрепиться и стать еще сильнее, чтобы закончить начатое. Я смотрю на ту церковь, первую церковь Иисуса. я вижу там сильных мужчин, героических мужчин, которые сильны на подвиге, которые которые не боялись умереть. Не то, чтобы они даже как сегодня к нагрузкам люди не готовы. Смиряться люди не готовы. Не готовы в пост войти, поститься, плоть свою этим истязать. Не готовы. Они готовы были умереть. И умереть красиво, достойно ради Креста. Апостола Павла четвертовали, отрубили руки, ноги, а потом голову. Петра распяли вниз головой там и так далее. Все, все апостолы, кроме апостола Иоанна, они были проведены через пытки и убиения. Исайя, пророк, его перепилили пополам пилой. Боже мой, ты только перепилили пополам пилой, которые пилили деревья. И они проходили. Что-то сегодня с церковью стало, что она стала мягкотелой. Какая-то небольшая проблема и все. И смотришь человека просто из церкви вынесла. Ты говоришь, куда ты делся? Я не выдержал испытаний. Подожди, да это вообще не испытание по сравнению с тем, когда перепиливали пилой. Это вообще не испытание, если сравнить с испытанием искушением Христа. Когда он мог отказаться идти на Голгофский крест, но идет. И он как образец перед нами, как служащий, как меньший. Он дает им право себя бить. Он знает, кто он. Он не был рабом. Он не был преступником. Он знает, кто он. Он знает, что он Господь с неба. Он знает, что там на небесах все ангелы подчиняются ему. Он знает, кто он. Но при этом он ведет себя как меньший. Он дает им себя бить. Он дает истязать им свое тело. Он дает им провести его через этот этап. Они-то думали, что они доставляют ему боль. Но вместе с этой болью он пил чашу отца. У него был другой смысл в этом во всем. Другой смысл. Когда мы придадим своей жизни другой смысл, услышь меня, когда мы придадим своей жизни другой смысл, когда мы придадим своим каким-то вот этим обстоятельствам другой смысл, мы это преодолеем. И когда ты понимаешь это, у тебя меняется взгляд на всю твою жизнь, на твое служение, на вечность, на все, на все абсолютно. Ты пропускаешь все в своей жизни через этот смысл. И тогда все абсолютно меняется. вся террас Бог верный и Он делает чудо. И когда ты вот это уже понимаешь, у тебя складывается свое понимание, у тебя уже мышление по-другому работает, Бог не оставит, Он не может оставить. Верных, посвященных, служащих Он не может оставить, поэтому мы пойдем дальше за Ним. Это не может уже нас разочаровать. Хоть весь мир будет сходить с ума, это не может нас разочаровать. Я понимаю, что даже возможно, что из ближайших помощников люди будут что-то делать такое, что неудобо вразумительное. Это не может уже соблазнить. Ты уже не можешь оставить Бога. Ты остаешься с Ним в любом случае, при любой ситуации. Ты готов к любому раскладу. Ты остаешься в служении. Я говорю о себе, я говорю о своем состоянии. Я не знаю, в каком состоянии ты сегодня. Но так или иначе, мы дойдем все до этого состояния, если ты будешь служить Богу. Время потрясений будет, когда Бог будет вытрясать все ненужное. Он говорит, в его руте лопата. И он хочет очистить нас, гумно. И он говорит, будет брать и подбрасывать эту пшеницу вместе с мусором. Мусор будет вывеиваться, а зерно будет оставаться. И этого не избежать. Этого не избежать. И когда мы проходим достойно этот процесс, когда мы начинаем осмысленно понимать, через что нас Бог проводит, мы понимаем также, что это все во благо, это все во благо, то мы говорим, Господи, делай, что тебе угодно в нашей жизни. Я соглашаюсь на все. При любом раскладе, даже если знаешь, люди говорят, я хочу еще пожить, или этот брат еще не пожил даже до конца, он же был служителем, он же был пастором, он же был лидером прославления, почему так молодо, молодой такой ушел там с этой земли, а мы разве пустили корни здесь на земле? Наши корни в небесах написано, ваше или наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя нашего? Почему мы корни здесь пускаем? Я не хочу оставаться здесь слишком надолго на этой земле, только до того часа, пока Господь не заберет, как только я выполню все на этой земле, Господь забирай меня, я не хочу оставаться здесь уже вне какого-то срока положенного Бога, и у каждого из нас есть время, сроки, и у каждого из нас есть судьба, и дай нам Бог разобраться с этим, что есть срок, время и судьба, и поэтому нам нужно положенное нам время успеть в точный срок исполнить свою судьбу, и тогда мы пойдем отсюда достойно, и там будет встречать Господь нас со всеми ангелами своими, и даст тебе свою награду во имя Иисуса. Мы откроем последнее место, это Иоанна 13 глава. Иоанна 13 глава, первый стих. Написано, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, классно, да? Перейти от мира сего к Отцу, просто перейти. явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что от Бога ишел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, теперь ли умывать ноги мои? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты и не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек? Иисус отвечал ему, если не умоют тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и рути и голову, Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь и весь и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Я смотрю на личность Иисуса, я еще раз хочу подчеркнуть эту ситуацию, потому что омывать ноги могли лишь только рабы и причем самые никчемные. Самые никчемные рабы. И он снимает себе верхнюю одежду, что имеет двойной смысл. Он не просто снял одежду, чтобы не обрызгать ее, а он как бы снимает свою одежду как господа, как господина и остается в простой одежде, как раб. филиппийцам во второй главе написано, что он стал как раб, уподобился подобно рабу, потому что вот в этой истории он ведет себя как раб, и он опускается на этот уровень. причем он пришел и начал это делать ученикам, и эти были ученики не из знатной элиты общества, которые каждый день ходили в баню, принимали душ, это были другие люди, они перед едой даже руки не мыли. и он опускается на колени и начинает мыть, припоясался в полотенце. Петр в момент своих испытаний, когда Христа брали из Девсиманского сада, был припоясан мечом, а Иисус был припоясан полотенцем. И он остановил Петра в этом действии, он говорит, ты не понимаешь, что ты делаешь. Вы уразумеете это позже. Даже Иуда среди них был, тот, которому дьявол уже вложил написанную мысль о предательстве, он уже с этой мыслью жил. Он ждал каждого мгновения, чтобы просто выйти оттуда и предать Иисус и его ноди опустился на этот уровень. Он знал все. Он знал про Иуду, он знал про Петра, он знал про все. И он снимает с себя верхнюю одежду, он опускается на этот уровень и начинает омывать их ноди. Иисус, ты в цепле всего. Иисус, ты в цепле всего. От начала до конца это было так и будет вечно. Иисус, Иисус, скажи Иисус, Иисус, ты в центре всего. Иисус, 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 ты в центре всего. От начала до конца это было так и будет вечно Иисус. Иисус не имеет смысла все в сравнении с тобой. Иисус, Иисус, ты в центре прощается вокруг тебя. Иисус, Иисус, все не имеет смысла все в проблем. Что с вами и в собой, Иисус, Иисус, ты в центре прощается вокруг тебя все. Иисус, все... Иисус, ты в центре жизни. Иисус, ищи 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 иисус ищи ищи начало от начала до конца это было так и будет ищи а с Иисус не имеет смысла, все в сравнении из-за волос. Иисус в цепле прощается вокруг Тебя, все, Иисус, все. Иисус в цепле прощается вокруг Тебя, все, Иисус, все. От небес и до сердца Иисус будь в цепле всего и во всем. От небес и до сердца Иисус будь в цепле всего и во всем. От небес и до сердца Иисус. 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 От небес и до сердца Иисус.